всем привет и в этом видео я покажу вам всю свою коллекцию косметики которую я заказывала на алиэкспресс и конечно же поделюсь своими впечатлениями о ней давайте начнем с тональной основы по меркам алиэкспресс стоит не так уж дешево но в принципе по ней и видно потому что бутылка из матового толстого стекла и упаковка сделана очень даже солидно крем сделан как будто на водной основе он очень плотный и больше похож по консистенции на консилер но он довольно легко растягивается и в общем то может получиться довольно тонкое покрытие тон водостойкий и обладает свойствами отбеливания что в принципе характерно для азиатской косметики на сайте всего представлено три оттенка я взяла 0 2 в принципе для европейского оттенка кожи лучше брать самый темный 0 3 потому что в моем нет ни грамма бежевого или оранжевого пигмента он более серый как тональную основу не использую потому что очень светлый но люблю использовать как консилер потому что не пересушивает даже самую деликатную кожу которая у нас под глазами и даже слегка ее подсвечивает дальше будет моя давняя мечта это транспарентная пудра по сути это белая финишная пудра которая очень мелкого помола в комплекте она идут с вот такой вот пуховкой которая довольно быстро пачкается об тональную основу действительно очень мелко дисперсная пудра напоминает больше цветочную пыльцу просто идеально матирует кожу при этом не прибавляет оттенка функцией транспарентной пудры является маскировка каких-то мелких неровностей кожи а также она отлично впитывает избыток жира на коже соответственно убирая жирный блеск так как помол у нее очень мелкий она такой вуалью ложится на кожу абсолютно невесомой и делает максимально тонкое покрытие при этом кожа на ощупь просто идеально для меня это действительно идеальная пудра на сайте представлена тоже три оттенка такой пудры у меня 01 это белая прозрачная следующий продукт уже тоже мой любимец это вот такие вот румяна в красивом розовом таком вот конфетным оттенки на ощупь они слегка кремовые благодаря этому увеличивается их стойкость пигментация просто отличная особенно если наносите кистью отлично растушевывается и делает как будто такой натуральный румянец который идет как бы изнутри в румяшках есть вот такой вот потайной карманчик где у нас есть маленькое зеркало и кисточку кисточка сразу скажу не самое лучшее она колется она линяет очень грубая и в принципе больше израсходует румяна чем переносят на щеки в общем и целом это сейчас мои самые любимые румяна кстати у меня оттенок 07 ну раз уже заговорили о румянах покажу вот такую вот вам интересную кисточку это вот такая вот вариация кабуки искусственный ворс ну очень мягкий и приятный просто одно удовольствие пользоваться этой кисточкой удобно что она складывается в такой футлярчик ее можно брать с тобой то и на полках она не будет пылиться также у меня есть вот такой вот набор из 12 карандашей для губ они приходят вот только вот коробки и тоже является водостойкими все карандаши очень пигментированная просто нереально красивая носибельные цвета у меня на канале есть отдельное видео с обзором этих карандашей со всеми свотчами и там я старалась самые интересные оттенки показать на губах вот такая вот реплика на urban decay naked 3 это у меня не тени а набор кистей для макияжа и в комплекте 13 и приходят они вот такой вот железной приличной коробочки все кисти из искусственного ворса ножка у них выполнена из натурального дерева и с нанесением логотипа давайте быстренько пробежимся по кистям первая у меня для тональной основы вот такой вот лопатка очень густо плотно набита не очень люблю ее пользоваться слегка полосит следующая вот такая вот пушистая для пудры приятная на ощупь мягенькая и удобная действительно следующая у меня для нанесения румян как видите она уже не так плотно набита она более подвижная принципе для румян я люблю больше использовать предыдущую и дальше уже пойдут кисточки для теней первая вот такая вот плоская шпатель такой ровно подстриженная люблю использовать его для нижнего века следующая более плотно набитая закругленными краями обожала наносить тени на все подвижная века очень удобно отлично переносит пигмент следующая кисть похожа на предыдущую но более длинным ворсом она слегка шире но менее плотно набита предполагаю что для растушевки но не самое удобное скажу сразу следующая кисть вот такая вот скошенная закругленными краями мне кажется слишком плотно набита для скошенной кисти но я в принципе люблю использовать ее для затемнения внешнего века следующая кисть вот такая вот лопатка более мелкая я так понимаю для прорисовки внутреннего века дальше моя любимая скошенная кисть для прорисовки бровей я не использую сразу же извиняюсь что она не совсем чистая потому что она действительно используется следующие две кисти я не совсем понимаю для чего они потому что они какой-то странной формы ворс слишком длинный они очень слабо набиты и если у вас есть предположение для чего они пишите мне обязательно в комментариях и последняя кистью на такая вот пуля она идет в чехле металлическом и это кисть для помады в принципе удобно потому что не испачкает другие кисти в наборе и в принципе легко может храниться в косметичке и также покажу вам вот такое приспособление которое называется brush egg это такой резиновый напальчник для очистки кистей он надевается на два пальчика руки и по сути это вот такие вот ребристые поверхности действительно очень удобно особенно очищать кисти от консилера или тональной основы обязательно познакомлю вас с этой вещью в своих покупках с алиэкспресс дальше у меня есть вот такая вот тушь в виде котика я думаю вы ее все уже видели на алиэкспресс довольно она популярная и в принципе я ее выбрала только по внешнему виду кисточка у нее силикона как видите довольно подвижная но все дело в том что в тюбике очень мало продукта и она очень быстро высыхать я реально бы пользовалась ею два или три раза и нам не высохла не знаю может в принципе кому как попадет но мне попалась мне кажется полупустая об эффекте довольно хорошо разделяет реснички добавляет им объема и реально цвет очень черный дальше поговорим а вот только вот палетки корректоров консилеров я так понимаю это реплика продукта mac довольно плотные жирные основы которые больше похожи на твердые масла есть все оттенки и для цветокоррекции и для контурирования причем мне кажется для всех оттенков кожи сами продукты очень плотные и мне кажется больше похоже на театральный грим они с легкостью могут прикрыть не только синяки под глазами но и родинки но и татуировки пигментные пятна какие-то видимые недостатки кожи и так далее в комплекте к этой палитре и шел вот такой вот бьюти блендер внешне он конечно красивый кажется идеальной формы на деле он очень твердый и им работать неприятно да и невозможно также в комплекте и шла вот такая вот кисть она кстати очень классно для нанесения тональная основа но к сожалению неправильно помогла и она мне вся вылезла и испортилась еще одни две мои любимицы это вот такие вот гелевые подводки от фирмы music flower в комплекте их идет две однокоричневая вторая черная они абсолютно матовые и водостойкие действительно держится на глазах очень и очень долго в комплекте идет две кисточки которые мега удобные для прорисовки стрелок этим подводкам уже больше чем полтора года и как видите я их настолько люблю что использовала их аж до дна что коричневую что черное сейчас я ими не пользуюсь но мне буквально вчера написала подписчица рецепт как восстановить гелевые подводки я хочу попробовать также у меня есть вот такие вот палетки теней это реплики фирмы the balm кстати внешне сделано очень красиво и практически идеально скопировано с оригинала темные оттенки очень пигментированы особенно шиммерные матовые более сухие но в принципе отлично подходят для оформления бровей как видите если заморочиться с растушевка дают довольно хорошую пигментацию еще одна палетка тоже реплика от the balm палетка называется nude тут это оттенки такие на каждый день для натурального макияжа скажу сразу светлые переносится намного хуже чем темные темных просто шикарная пигментация посмотрите просто на этот бордовый просто идеальный кремовый оттенок светлые конечно немножко суховатые на моем канале есть отдельное видео с обзором этих двух палеток там где я делаю все сводчи а также макияж с использованием этих двух палеток как всегда ищите все внизу в описании под видео еще одни мои любимицы это 6 оттенков матовых стойких помад блеском у меня просто не поворачивается язык называть их настолько они пигментированные настолько они идеальные настолько они яркие идеальная щеточка идеальный перенос цвета они моментально высыхает и при этом держатся они на губах часа четыре а то и шесть еще одна реплика это вот такие вот матовые помады от nyx у первая у меня сразу же оторвался спонж но в принципе цвет очень красивый такой насыщенный второй цвет менее удачный он полосит но хоть спонжик целый опять же на моем канале есть целое видео там где я тестирую все эти помады и покажу вам абсолютно все оттенки на губах переходите в конце видео по ссылкам и в конце я решила показать мое зеркало которое в основном я использую своих видео о макияже она тоже с aliexpress очень долго его искала очень долго выбирала но в итоге осталась очень довольна красивая черное зеркало ажурное немножко в таком винтажном стиле очень удобно действительно приятно пользоваться на этом все надеюсь это видео вам было полезным ссылки на показанную косметику я обязательно оставлю внизу в инфобоксе там же будет видео с полными обзорами спасибо вам за внимание а я вас всех целую и пока